Всех приветствую! Заказал с AliExpress 4G модем с функцией роутера с Wi-Fi, естественно, за 2100 рублей. Самую ходовую модель, но не помню номер. У нас в DNS такой модем будет стоить 3000 рублей. Именно из экономии 900 рублей, но лишившись гарантии, я заказывал из Китая. Я просто не думаю, что брендовый модем выйдет из строя, именно поэтому для меня экономия 900 рублей имеет большой смысл. Смотрим посылку. Вот сам модель, китайский. Сейчас посмотрю сразу модель его. Комары разлетались. Модель Huawei E8372, 4G, с двумя антеннами. А где антенны? Где антенны? Вот антенны. Больше ничего нет. Инструкции на коробке тоже ничего нет. Вообще-то там через веб-браузер все должно настраиваться. Но вот инструкции нет. Придется разбираться или в интернете искать. Внешний вид модема. Здесь я вижу три отверстия. Там, скорее всего, светодиоды, уровень сигнала. Что такое в середине, я не знаю. И, скорее всего, вот этот правый индикатор Wi-Fi. Обратная сторона модема Huawei виден номер Huawei E8372. Мада Инчина, то есть китайский. В комплекте с модемом идут две антенны. Я не знаю, как называется этот высокочастотный разъем. В принципе, это не важно. Ну, похож условно на MCX. И также я не знаю, для чего эти антенны. Либо это мимошные антенны для Wi-Fi, то есть две сразу. Либо одна из них 4G антенны, другая Wi-Fi. Либо они обе 4G для уверенного приема. Сам модем глянцевый, очень приятный на ощупь. Вот здесь вот у нас находится, кстати, через шнурок. Я думал, что так она снимется, но нет, через шнурок снимается у нас крышка. То есть потерять нельзя. USB порт стандартный. На одной из боковых сторон видны заглушки под антенны. Таким вот образом это снимается. Ну, наверное, отвалится когда-нибудь. А, в бок, в общем, отодвигается. Как я уже говорил, пока я не знаю, для чего эти антенны. Назначение этих антенн. Либо 4G обе, либо комбинация 4G плюс Wi-Fi, либо только Wi-Fi в стандарте MIMO, к примеру. Как вариант. Таким вот образом это все вставляется, держится уверенно. А куда симку-то вставлять? Интересное кино. Сдвигается верхняя крышка. Давайте попробуем. Все верно. Все очень просто оказалось. Под съемной крышкой модема внизу располагается слот для SIM-карты. Здесь SIM-карта обычного размера. Сверху вставляется при желании SD-карта, microSD. Наверху располагается наклейка с техническими данными этого модема, роутера. Здесь дан IP-адрес 192.168.1.1 и Wi-Fi-пароль, скорее всего. Сид. Да, сид и пароль, скорее всего, в формате WPA2. Но сид это понятно, это название сети Wi-Fi. А вот что за адрес этот, непонятно, поскольку это же... Хотя нет, все понятно, это сетевой адрес этого модема через Wi-Fi. Я просто подумал, что он же через USB подключает. Когда подключение идет через USB, эта информация, в принципе, не нужна. Она нужна только для того, чтобы понять, как зайти на модем без USB-порта через Wi-Fi. То есть этот адрес нужен для того, чтобы через сеть Wi-Fi, через веб-интерфейс настроить этот модем. Пользуясь случаем, решил показать свой предыдущий 3G-модем и, в частности, хотел сравнить габариты. Вот вы можете смотреть, какие габариты имеет 4G-модем по сравнению с 3G-модемом типичного образца. Все, что теперь остается у меня, это вставить сим-карту в новый 4G-модем. Сейчас я это сделаю. И уже приступим к настройке. 4G-модема с сим-картой. Обращаю внимание на то, что тариф должен поддерживать работу через роутер. Идентификация идет через E-Mail. То есть, когда будете планировать выбирать тариф, не берите самый дешевый. Или узнайте, поддерживает ли самый дешевый тариф работу через роутер. Точнее будет сказать, через 4G-модем с функцией роутера. Ну а теперь осталось только подключить 4G-модем к USB-порту и приступить к настройке. Переносимся на компьютер. Я там ноутбук показывал, но на самом деле это компьютер. Просто мне так удобнее. И я здесь вошел в панель управления, сети, интернет, сетевые подключения. Для того, чтобы выключить свой основной интернет, чтобы не было конфликтов никаких. Я свой основной интернет сейчас выключу. Вот он у меня. Просто отключу адаптер. Сетевой адаптер Realtek PCIe. Сейчас обновлю страницу. Покажу, что интернет пропал. Нет подключений к интернету. Теперь можно подключать модем. Подключаю 4G-модем к USB-порту. И смотрю, что происходит. Первое определение довольно-таки затяжное. Секунд 5, может 10. И, кстати, он несколько по-другому реагирует. Не как 3G-модем. То есть он там драйвера и оболочку программную не ставит. Смотрите, что произойдет. Он просто определяется в системе и выдает нам подключение по локальной сети. Я думаю, что это что-то вроде виртуального соединения с сетью. Виртуальный сетевой адаптер, я бы так сказал. Может быть, я не прав. И сразу вылетел у меня интернет-эксплорер по умолчанию. Браузер я возьму, скопирую адрес просто для удобства. И в хроме открою. То есть это у нас просто по умолчанию вылазит IP-адрес. Вот такой 192.168. 8, кстати, 1. А не сетевой адрес, который на 4G-модеме написан. Это сетевой адрес Wi-Fi City, а здесь, видите, восьмерка стоит. Сейчас мы находимся в веб-интерфейсе 4G-модема. Вот по такому адресу. Для того, чтобы зайти на него, ничего не надо, никаких попыток предпринимать. Просто вставляете модем в USB-порт и вылетает у вас по умолчанию браузер уже с открытым этим адресом. То есть никакие там сетевые настройки, всякие маски, ничего менять не надо у вашего адаптера сетевого. Сейчас я нахожусь на вкладке «Главное». Здесь видно, что сеть Мегафон определилась. 4G-соединение. Настройка подключения отключена. В значке e-mail это сообщение, поскольку у меня там симка стоит, 4 сообщения. Сеть 4G. Wi-Fi выключен. Ну, статус, текущее соединение, это объем переданных, полученных данных. Статус сети Wi-Fi включено. Хотя здесь выключено почему-то. Ну, не знаю. Общий доступ это microSD обозначает флешку. Для того, чтобы подключить мобильный интернет, нажимаем вот на эту кнопку, которая называется еще «Мобильная передача данных». Просто кликаем ее, и у нас запрашивает логин с паролем. Ну, это авторизация на сам 4G-модем. Здесь по умолчанию админ, админ вроде бы используется. Админ. Админ. Можно потом поменять в целях безопасности. Но я не буду. Тот, кто уверен, что на его модем никто не залезет, может не менять ничего. Вход. Здесь нам предупреждает, что ненадежный пароль предлагает изменить сейчас, но мы не будем менять. Нажмем позже. Идет подключение к мобильному интернету. Мегафоновскому. Написано, что подключено. Ну, давайте проверим, каким образом браузер надо открыть. Проверим интернет-подключение. Открою я новую вкладку сейчас. Здесь я заретуширую свои закладки персональные. И попытаюсь я войти на Яндекс. Но меня не пускает из-за того, что у меня на симке тариф не 4G-модем. То есть у меня тариф для смартфона. И оператор Мегафон на основе e-mail адреса вычислил, что у меня конечное устройство. Это 4G-модем Huawei E8372. И заблокировал мне интернет. Имейте данную особенность в виду. А для того, чтобы проверить интернет, я сейчас войду на сайт Мегафона. Мегафон. Мегафон.ру, попробуем. HTTPS, не помню, скорее всего, HTTPS у них. Но все, на сайт Мегафон меня пустили. Это значит, что у них там какой-то программный брандмавер стоит, который, видимо, просто отсекает урлы запрещенные. То есть обычный интернет-трафик. А, соответственно, пускает на сайт Мегафона. То есть, понятно, 4G-модем работает. Если бы у меня был нормальный тариф, я бы сейчас показал интернет полноценный. Ну, а пока вот не могу показать, потому что блокирует. Яндекс вам все, блокировка стоит. Теперь давайте настройки модема рассмотрим. Статистику. Перейдем. Опять слетела сессия. Надо заново набрать. Admin, Admin. Вход. Вот же. Текущий объем. Статистика. Лимит трафика можно задать. Полезная, в принципе, вещь. Хотя и в личном кабинете Мегафона она есть. Удалить историю тоже можно. Если общественный модем. Дальше. Переходим. СМС. Настройки. Здесь вот что-то писали мне. Входящие. Отправленные черновики. Настройки. СМС. Сообщение. Стандартные все операции. В разделе обновить можно поменять прошивку. Но я бы не стал это делать спонтанно. Только прочитав, допустим, 4 ПДА отзывы. Если, вернее, какая-нибудь проблема есть, тогда ее надо прошивкой решать. Если нет проблемы, я как бы особо не перепрошиваю. Без надобности. Перешли в меню настройки. Быстрая настройка. Смотрим. Тут Мегафон. Точка доступа. АПН. Интернет. Это все по умолчанию прописывается. Коммутируемое соединение. Так, что это такое? Мобильное соединение. Управление профилями. Настройка сети. Посмотрим, что это такое. Ну, в общем-то, это как и в смартфонах. Стандартные настройки. Профили можно менять. Если, допустим, наверное, более чем одну симку вставляете. Хотя, не уверен. Ладно, не буду сочинять. Настройки Wi-Fi. Основные настройки Wi-Fi. Смотрим. Сид. ВПА, ПСК. Я был прав. Режим безопасности. Ключ. Ключ, который по умолчанию, скорее всего. А, нет. Сгенерированный ключ. Какой-то новый. Но тут можно на свой поменять. Для ВПА это 8 символов. Неважно, каких цифровых или латиница. Так. Трансляции. Сид. А, ну это скрытие. Сид. Все ясно. Дополнительные параметры смотрим. Россия авто. Фильтр MAC адресов есть, как у роутера полноценного. Можно пропустить только определенный. Так. Включить. А, можно запретить определенный. ВПС. Не помню, что это за настройка такая. DHCP. Но это раздавать IP адреса. Здесь она включена по умолчанию. То есть, все будет нормально работать. На смартфоне все будет нормально работать. Если не работает, надо включить. Если по каким-то причинам, тут выключено. Безопасность. Защит пин-кодом. Интересная вещь. Защит пин-кодом. Но это, видимо, дополнительный пароль. Не знаю. BrandMauer. Давайте посмотрим. На данной странице описано, как включить функцию фильтрации BrandMauer. Фильтрация IP адресов и пинг-порта WAN доступна. Только когда BrandMauer включен. Включить BrandMauer. Включить фильтр. Выключить. А, ну это, видимо, выпадающие вкладки. Если бы я, допустим, выключил, сейчас, наверное, уберется вот этот. Нет, не убралось. Фильтра IP адресов по LAN. Ну, в общем-то, это что-то вроде родительского контроля. То есть, допустим, на PornHub не заходить. Я этим никогда не занимался. Скажу честно. И вам не советую. Виртуальный сервер. Интересная вещь. Настройте виртуальный сервер для предоставления внешнего ПК-доступа к ресурсам ВВВ, ФТП и другим службам, предоставляемым LAN. IP адрес указывает на компьютер, расположенный в LAN, использующийся для предоставления доступа к службам. Виртуальные серверы. Интересная вещь. Довольно-таки сложные настройки здесь. Никогда не пользовался. Не знаю, как в качестве HTTP сервера будет работать 4G модем. Не было у меня такой задачи. Специальные приложения. Но тут уже пошли настройки, честно говоря, уровня системного администратора. Я даже рассматривать не буду это. DMZ. Раскрываю вкладку «Система». Информация об устройстве. Здесь будет моя информация о модеме. Я ее заретуширую, естественно. Здесь техническая информация, понятно. Изменение пароля. Вот здесь админ, админ, который надо поменять, чтобы сосед не влез, кстати говоря. Потому что он же в сеть транслируется. Роутер. Это же роутер полноценный. Как DIR300 получается. Так что надо менять, конечно, админ, админ. Это я немножко неправильно сказал. Это когда в режиме USB модема вы пользуетесь? Тогда да. А когда в режиме Wi-Fi, конечно, надо ставить пароль. Сброс настроек, ну это понятно. Перезагрузка, понятно. Посмотрим, что еще. Общий доступ. Это общий доступ к microSD слоту там на 4G модеме есть. Я так это понял. Все, microSD не найден. Ну все, простые настройки довольно-таки сложные. Лезть, я думаю, не стоит. И все. Остается только подобрать соответствующий тариф. И пользоваться 4G модемом. Очень удобное устройство. Например, в машине воткнули в прикуриватель с USB выходом 4G модем. Там раздаете интернет. На смартфоне принимаете. И вообще все классно. Также, допустим, если у вас есть навигатор с функцией интернета через Wi-Fi, вы можете использовать дорожные пробки от Яндекса. Уже полноценно. Не на смартфоне там подвергать себе опасности кассете, а сразу там на экран смотреть и уже ехать так, как надо. Ну, в общем-то, это все. Что касается этого 4G модема. Вещь прикольная. Заказывайте на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пока. Модем подключен к компьютеру. И когда я показывал, что у меня на компьютере есть интернет, он раздавался как бы через USB соединение. Но не через Wi-Fi. Если соединяется через Wi-Fi, то смотрите, вот сейчас у меня... Это вот мой Wi-Fi без пароля. А вот это вот Wi-Fi от 4G модема. Я уже настроил тут ключ, то есть пароль к Wi-Fi. И все тут настроено. Что такое? Так, соединение есть. Соединение есть. За кадром я уже открыл сайт Megafon, потому что он единственный, который работает. Потому что Яндекс, естественно, не работает на моем тарифе. Сейчас я это продемонстрирую. Вот он Яндекс. Нажимаем перезагрузить. Ничего не происходит. Так что выбирайте тариф сразу правильный, чтобы не было подобных казусов. И, соответственно, для того, чтобы работал интернет, соединять с компьютером не надо. Достаточно просто запитывать USB-порт через любой зарядник. Продолжение следует...